Дорогие инвесторы, партнеры и зрители новостного канала SkyWay Capital, меня зовут Дарья и сейчас вы увидите 110 выпуск новостей от SkyWay, где мы подробно рассказываем обо всех событиях и достижениях SkyWay и SkyWay Capital. Какими событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Что происходит со SkyWay в Челябинской области? Струнный транспорт по-прежнему рассматривается как возможная альтернатива трамвайному движению. Однако в данный момент руководство SkyWay не рассматривает Урал как приоритетное направление для развития, но подтверждает взаимный интерес. Технология SkyWay была представлена на международной выставке Railway Tech Indonesia 2018, которая прошла с 22 по 24 марта в столице Индонезии – Джакарти. Об ее итогах и ключевых событиях поговорим подробнее. Анатолий Юницкий уже давно не появлялся на нашем видеоканале, поэтому пропустить его интервью в преддверии смены этапов развития SkyWay нельзя. 18 марта в американском городе Темпо, Аризона, произошла авария со смертельным исходом, в которой участвовал самоуправляемый автомобиль компании Uber. Давайте разберемся в причинах и последствиях этого происшествия. А теперь остановимся на этих событиях более подробно. На днях в Южноуральской панораме вышло интервью с Григорием Мирошниченко с подвижником проекта SkyWay в нескольких регионах. В нем он рассказывал о перспективах технологии SkyWay в Челябинске. ЗАО «Струнные технологии» подчеркивает, что в данный момент не рассматривает Урал как приоритетное направление для развития, но подтверждает взаимный интерес. В активе компании уже имеется ряд наработок для реализации в регионе, ведутся дальнейшие переговоры. В декабре 2017 года Экотехнопарк посетила делегация Челябинской области во главе с Сергеем Смольниковым, министром экономического развития, и Юрием Параничевым, первым замом главы Челябинска. Встреча последовала за визитом замгубернатора области Руслана Готарова, который стал свидетелем ходовых испытаний Юнибайка в Экотехнопарке весной 2017 года. Гостям были обозначены приоритетные локации, где возможно строительство систем SkyWay, Челябинск, Магнитогорск и агломерация Горный Урал. В данный момент ЗАО «Струнные технологии» уже подготовила предпроектные предложения по данным направлениям. Благодаря заинтересованности в полном цикле производства, включающему создание путевой структуры, могут быть решены транспортные проблемы области. Струнный транспорт рассматривается как возможная альтернатива трамвайному движению. Вполне возможно, что дальнейшие шаги навстречу реализации проектов струнного транспорта будут приурочены к проведению в городе саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. RailwayTech Indonesia 2018 привлекла большое внимание представителей международного бизнес-сообщества. В первую очередь к таковым стоит отнести китайские корпорации, делегировавшие на мероприятия множество своих специалистов и установившие самый вношительный по объему занимаемой площади стенд. Выставочный стенд ЗАО «Струнные технологии» стал одним из самых посещаемых среди всех участников. Экспозиция, представленная проектной организацией Skyway, совместно с индонезийскими партнерами предемонстрировала возможности гибкой интеграции струнных транспортных комплексов в городскую и портовую инфраструктуру. Неудивительно, что стенд компании посетило большое количество вип-гостей, среди которых заместитель губернатора Джакарты Сандиаго Уна. Также в рамках RailwayTech Indonesia 2018 состоялась презентация технологии Skyway. Компанию представляла Madinatul Fathila, региональный директор Skyway Technologies Indonesia. Она рассказала об основных характеристиках и преимуществах технологии Skyway для Индонезии, основных возможностях применения транспортной системы, а также подчеркнула, что у Skyway нет конкурентов, так как струнный транспорт нацелен на сотрудничество и органичное дополнение существующих решений, а не на их вытеснение. Skyway принимал участие в выставке RailwayTech Indonesia уже во второй раз, и можно точно констатировать интерес к технологии только возрослых по сравнению с прошлым годом. В преддверии перехода на новый, уже 11-й этап развития, получилось найти немного времени в плотном графике основателя Skyway Анатолия Юницкого для того, чтобы задать ему ваши наиболее часто задаваемые вопросы. Такие как, почему генеральный конструктор стал все реже уделять нам свое внимание, с чем же это связано, почему мы все меньше даем новостей и многие другие. Не пропустите, Анатолий Эдуардович дает на эти вопросы развернутые и понятные ответы. Посмотреть интервью Анатолия Юницкого вы, конечно же, можете на нашем сайте. Случившаяся 25 марта в Аризоне авария со смертельным исходом, в которой участвовал самоуправляемый автомобиль компании Uber, стала неожиданностью для многих специалистов. Автоматика должна была заметить пешехода заранее. Ситуация, в которой произошел инцидент, теоретически не должна была произойти. Женщина двигалась под прямым углом к автомобилю, а на его пути не было препятствий, затрудняющих обзор. Авария привлекла внимание западных СМИ и вновь подняла вопрос безопасности и состоятельности самоуправляемых транспортных средств. Действительно, полностью безопасная транспортная система, в которой одновременно действуют люди и самоуправляемые машины, вряд ли возможна при нынешнем уровне развития искусственного интеллекта. Транспорт с автоматическим управлением следует отделять от людей, действия которых искусственный интеллект просчитать не в силах. В то же самое время необходимо развивать интеллектуальные системы управления, обучать нейросети и проводить необходимые исследования в области искусственного интеллекта, чтобы снизить вероятность аварий в будущем. И над этим всем уже сегодня работает SkyWay. Трагический случай в очередной раз подтвердил одну из базовых идей струнного транспорта. Для обеспечения безопасного движения требуется выделенный путь – струнная эстакада. Мы предлагаем изменить сам подход к инфраструктуре ради безопасности людей, и время покажет, что это самый здравый и жизнеспособный вариант. Это все главные новости на сегодня. Сегодня мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, не забывайте подписываться на нас в социальных сетях и помните, что SkyWay – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь, с вами была Дарья, навстречу уже на следующей неделе.